Всем привет! Меня зовут Алина Федорова, я модель, а также основатель онлайн-фитнес-платформы Wispens. Я, ребят, думала о том, какое записать для вас видео, чтобы оно было максимально полезным, чтобы оно мотивировало, вдохновляло. И решила записать видео о своих правилах, которые сделали мою жизнь лучше, которые изменили ее в лучшую сторону. Итак, первое правило – это концентрироваться на самом главном, правильно расставлять приоритеты. Казалось бы, вроде бы все просто и очевидно, но не так. Например, для меня это очень сложно, как для человека, который, знаете, перфекционист, у которого должно быть все везде идеально, который может заморачиваться на каких-то вещах, на которые остальным людям вообще будет все равно. И когда ты вот так зацикливаешься на каждом этапе своей работы, что-то там делаешь и так делаешь-то скрупулезно, истощаешь свой энергетический ресурс, и просто не хватает ни времени, ни сил потом на другие задачи. Поэтому тут очень важно определить то, что действительно есть самым главным, и концентрировать большую часть своих сил, своего времени на вот этих важных вещах. А на каких-то мелочах не стоит зацикливаться, либо вообще некоторые вещи стоит либо делегировать, либо убрать из своей жизни. Также важно помнить о законе Паретто. Я думаю, что многие из вас о нем слышали, что 20% усилий дают 80% результата. И наоборот, 80% усилий дают только 20% результата. Правило номер два. Окружайте себя правильными людьми. Не нужно недооценивать важность своего окружения. Скажу честно, раньше я тоже не понимала, не осознавала, насколько это важно. Я думаю, что многие из вас слышали разные поговорки на эту тему. Например, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Человек осоздаёт его окружение, либо ты – это среднее пяти людей, с которыми ты чаще всего проводишь своё время. И действительно, эти фразы все имеют место быть. Если вы выбрали для себя путь саморазвития, если вы хотите развиваться быстрее, если вы хотите быть успешным, если вы хотите достичь чего-то, вы должны окружать себя такими же целеустремлёнными, умными людьми с правильными ценностями. Также круто, когда это люди, которые немножко вас превосходят. Что касается меня, я вам рассказывала о том, что я интроверт. Я очень редко хожу на какие-то вечеринки, не особо люблю новые компании, знакомства. Меня это утомляет. Я такая, что, ну не знаю, я люблю дома быть, наедине с собой, где-то на природе, чтобы всё было уютно. И иногда я напоминаю себе о том, насколько важно всё-таки выбираться куда-то для того, чтобы познакомиться с интересными людьми, которые являются опять-таки источником вдохновения, какой-то энергии. Например, недавно мы с Женей выбрались на вечеринку в дом к одному очень известному режиссёру, который снял клипы для всех самых известных американских артистов. И там мы познакомились с огромным количеством разных интересных творческих людей. Я познакомилась с двумя актёрами, которые снимаются в каких-то очень известных сериалах на Netflix. Я познакомилась с девушкой, она фотограф. Она сняла все аудиториалы, все кампейны для бренда Guess, для разных журналов. Познакомились также с оператором, который снял последние сезоны сериала «Очень странные дела» либо «Stranger Things». Мы как раз с Женей смотрим этот сериал и познакомиться с оператором этого сериала, это было просто невероятно круто. И знаете, просто вот находиться в одном пространстве, в одной атмосфере с этими людьми, талантливыми, умными, креативными, успешными, которые занимаются тем, что им нравится, которые получают от этого удовольствие, которые успешны в своём деле, это тебя тоже заряжает, даёт какую-то энергию, мотивацию. И действительно хочется тоже что-то делать, ещё больше делать, достигать успеха в своём деле. Правило номер три. Над любыми отношениями нужно работать. И это касается не только личных отношений, это касается всех отношений, то есть дружеских, приятельских. Например, у меня с этим всегда была проблема. Опять-таки, потому что я интроверт, как я вам говорила, что для меня не настолько важно иметь какую-то компанию, где-то, например, если я иду в кино, либо в кафе, либо на прогулку, на шопинг, я прекрасно это могу сделать одна, и мне комфортно, мне не скучно, мне хорошо, я бы сказала, очень даже. И поэтому я понимаю, что некоторые знакомые, друзья могут обижаться, потому что не все ведь люди, например, такие, как я, и для них дружеские отношения, это вот когда вы реально всё делаете вместе, ну, либо не всё, но чаще, чем, например, нормальным есть для меня. Поэтому я решила себе взять за правило, там, каждую неделю писать сообщения своим друзьям, знакомым, и спрашивать, как у них дела, приглашать их на чай, для того, чтобы люди чувствовали, что они важны для меня, что они цены для меня, что я хочу продолжать с ними общение. Потому что я понимаю, что люди могут обижаться. И просто нужно понимать, что все люди разные, все мы по-разному воспитаны, у всех нас свой разный характер. Но просто нужно прилагать, скажем, чуточку больше усилий вкладывать в дружеские отношения. Это тоже очень важно. Особенно это касается семейных людей. Когда вы, например, уже живете с парнем, либо с мужем, либо у вас есть дети, тем более, то часто люди тоже как бы перестают работать над своими дружескими отношениями. Просто нужно понимать, что это неправильно общаться только вот с семьей, только вот с мужем, там, с детьми. Правило номер четыре. Не переживать больше пяти минут, если это не будет вас волновать через пять лет. Вы должны понимать, что вся наша жизнь – это постоянно какие-то стрессы, постоянно что-то происходит. Жизнь меняется, и любые изменения – это уже стресс. И если сильно придавать этому значение, у нас не хватит никакого здоровья, ни физического, ни ментального. И если мы себя сами будем разрушать, кому мы этим поможем? Как это поможет нам решить наши проблемы? Да никак, мы только усугубим эту ситуацию. Поэтому в такие моменты нужно включать свое рациональное мышление, включать инстинкт самосохранения. Также возвращаясь к правилу номер один, которое касалось как раз-таки приоритетов в жизни. И нужно всегда помнить о том, что приоритет номер один – это ваше здоровье. Потому что если нет здоровья, нет ничего. Вы не можете помогать другим людям, вы не можете решать ни свои проблемы, ни чужие проблемы. Вы не можете ни созидать, ни создавать, ни приносить пользу этому миру, ни радоваться жизни. Ничего делать, если у вас нет вашего здоровья. Поэтому в первую очередь, ваше правило номер один, ваш приоритет в жизни – это позаботиться о себе, о своем здоровье. Поэтому, ребята, я хочу вам еще раз напомнить о нашем новом продукте на платформе Whispons. Это марафон душевного равновесия, который мы создали совместно с психологом. Как раз-таки для того, чтобы люди научились правильно реагировать на стресс. Что бы с вами ни происходило, какие бы обстоятельства ни были, вы научитесь быть в состоянии душевного равновесия. Итак, что вас ждет в марафоне? 9 психологических практик, 18 лекций от психолога, Воркбук с домашним заданием и статьями от психолога, Дыхательные и телесные практики, Дополнительная лекция от нутрициолога, Также медитации, тоже специально подобранные психологам. Вы можете проходить марафон в любое удобное для вас время. Доступ к нему останется навсегда. Можете его проходить как и на сайте, так и можете скачать мобильное приложение. Там будет еще удобнее. Для того, чтобы присоединиться к марафону, переходите по ссылке под этим видео. Правило номер 5. Никогда не делайте длительных перерывов в фитнесе. Вот скажу честно, когда у меня были длительные перерывы в фитнесе, Всегда было, во-первых, очень тяжело снова начать, потом в это влиться. Очень здорово, когда всегда фитнес, он на регулярной основе. И я понимаю, что когда вот ты приходишь с работы, Либо плохо себя чувствовал, и кажется, что, ой, ну все, Ну, может там в следующий раз не хочу, там лень, еще чего-то. Но если ты себя все-таки пересилишь и пойдешь заниматься фитнесом, Ты всегда после него будешь себя чувствовать лучше, чем до. У меня это всегда так работает. Даже какая бы я уставшая ни была. Я позанимаюсь, и я такая, вау, класс. У меня прилив сил, прилив бодрости, улучшается настроение, Повышается самооценка. Я сама себя хвалю. Ой, какая крутая, продуктивная. Вот я там работала, чем-то занималась, но я все-таки занялась фитнесом. Когда я создавала свою онлайн-фитнес-платформу Wispens, Я ее делала такой, чтобы там было комфортно заниматься людям разных уровней физической подготовки. То есть она подходит как и для новичков, для людей, которые никогда не занимались фитнесом, Так и для людей, у которых уже есть опыт. Также у нас есть программы тренировок на любой вкус. Обычный фитнес, тренировки с резинками, табата, йога, стретчинг, пилатес, танцевальный фитнес, аэробика. И тренировки длятся в среднем 30-40 минут. Поэтому я уверена, что вам понравится, и вам будет очень легко влиться. Также у нас есть рецепты правильного питания, как и обычные, так и веганское меню, вегетарианское. У нас есть аудиомедитации, различные трекеры, вы можете отслеживать свои результаты, загружать фотографии и много других функций. Поэтому, ребят, если вы еще не пробовали Wispens, обязательно скачайте приложение, тоже ссылочку я оставлю под этим видео. Правило номер 6. Никогда не засыпать в ссоре с мужем и всегда ложиться в постель вместе. То есть имеется в виду, что нет такого, что мы поругались, легли в разных комнатах, в разных кроватях и уснули, утром проснулись и снова ругаемся. Такого у нас никогда нет. Мы давно для себя решили, что для нас время это очень ценный ресурс, и мы его не хотим тратить просто на какие-то обиды, на какие-то ссоры, на какие-то глупости. Когда там еще подростковый возраст, когда вот это вот, ой, вот я обиделась, обиделся, давай не будем разговаривать друг с другом и подождем, кто первый там заговорит, извинится и так далее. То есть такого детского сада у нас уже давно нет. Мы стараемся решить любую проблему, любые какие-то разногласия как можно быстрее, чтобы уже к вечеру мы все это решили. В хорошем настроении заснули, утром проснулись, уже новый день, все-все прекрасно. Это очень хорошее правило, я вам тоже его рекомендую применять. Правило номер семь. Выполнять практики благодарности. Я вам об этом рассказывала, и, наверное, это то правило, которого я придерживаю с подросткового возраста. Я всегда благодарила Вселенную, всегда. Что бы со мной ни происходило, вот как бы я ни жила, какие бы ни были обстоятельства. Сейчас у меня все идет по нарастающему, да, но когда у меня там было чего-то меньше, меньше возможностей, меньше ресурсов, и всего было куда меньше, я все равно, мне всегда казалось, что у меня всего так много, и я за это благодарила. Мне казалось, что как круто, что у меня есть это и это, а я могу еще это. Реально мне кажется, что мне это очень помогало по жизни, и Вселенная мне давала еще больше. Это я уже позже, с возрастом начала читать разные книги, там, по саморазвитию, психологию, философию, где все пишут о том, как важно благодарить, называют это практиками благодарности. А я это делала всегда, буквально с детства, и делала это интуитивно и очень искренне. То есть я не просто проговаривала, я это всегда чувствовала. Следующее правило. Не знаю, можно ли это назвать правилом, но я для себя это придумала, и, может, для кого-то это покажется странным, но для меня это работает. Иногда я себе говорю такую фразу. Так, Элин, открой шторки. Сейчас я попытаюсь вам объяснить. Бывают такие ситуации, вот что-то происходит и выбивает вас из колеи. Вот что-то непредвиденные какие-то обстоятельства, какая-то проблема на вас наваливается, и человек находится в состоянии шока, ступора, когда он такой, как будто парализует и не понимает, что делать. И он настолько погружается в эту проблему, что проблема вырастает в его глазах, и он словно оказывается в этом пузыре этой проблемы, и кажется, что выхода из нее никакого нет. И так вот, когда я говорю себе эту фразу, то я перестаю паниковать, у меня как словно пелена с глаз уходит, открываются шторки, и я вижу, что проблема решаема, да, она есть, но все можно решить, и находятся разные пути, варианты ее решения, и жизнь как бы уже не становится такой мрачной, и нет вот этого ощущения страха, там, тревожности и так далее. Это мне очень помогает. Правило номер 9. Постоянно пробовать что-то новое. Действительно, есть люди-консерваторы, которые привыкли, что вот у них есть их любимый ресторан, где вот постоянно блюда, которые они заказывают, они знают, что они там никогда не разочаруются, всегда будет вкусно. Вот у них есть дорога, которой они идут на работу, либо в свое любимое кафе. Вот у них есть какой-то определенный курорт, либо отель, куда они любят летать там летом. Не хотят эти люди ничего пробовать нового. Вот им комфортно, так и им кажется, что вот не нужно ничего нового. Но, ребят, нужно понимать, что, да, возможно, вы пойдете в какой-то другой ресторан, и, возможно, да, вы закажете что-то там, что вам, возможно, не понравится, но, возможно, там вы встретите любовь к своей жизни. Вы должны понимать, что любое новое место, любая новая дорога, маршрут, новая компания, это все новые возможности, это вы расширяете свои горизонты. Где-то, может быть, какие-то разочарования, это нормально. Вообще, желание не экспериментировать, оно является в какой-то степени естественным, потому что мы таким образом себя защищаем от плохого, какого-то негативного результата. Вот что нам что-то не понравится, что мы можем там попасть в какую-то опасность, неприятность. Поэтому нам проще как бы довериться всему привычному. Привычные люди, привычные места, привычная одежда и маршруты. Но таким образом мы как бы сужаем свою жизнь, мы не даем места для чего-то нового, для новых возможностей. Вы должны понимать, что только пробуя разные какие-то новые вещи, экспериментируя со всем, только таким образом мы обогащаем себя, свою жизнь, приобретаем новые навыки, новые возможности, знакомства и открываем вообще какие-то новые грани себя, мы себя изучаем. Возможно, вы слышали такую фразу, самая большая глупость это делать то же самое и надеяться на другой результат. Да, это касается и действий. Есть люди, которые вот застряли в своем каком-то привычном сценарии. Вот они постоянно делают одно и то же, делают какие-то одни и те же действия, предпринимают одни и те же шаги и при этом они недовольны своей жизнью. Иногда людям нужно набраться храбрости, посмотреть правде в глаза и понять, что ну не работает то, что он делает, не работают его действия, что нужно перестать это делать, что возможно это устаревшее, что нужно это вообще откинуть. Иногда у человека просто привычка, что вот он привык идти только в правую сторону, и тут нужно себя переломать и понять, что ну не работает вправо, нужно пойти влево. И последнее правило, быть более гибким. Мир меняется постоянно, беспрерывно, мы меняемся. Нам очень важно адаптироваться под новые реалии жизни. Сейчас мир меняется еще быстрее. Мне кажется, что с развитием технологий, с тем, что сейчас происходит в мире, мы можем как-то эти изменения еще больше на себе чувствовать. И для того, чтобы быть в гармонии с собой, для того, чтобы быть с нормальным, так скажем, психологическим здоровьем, для того, чтобы чувствовать себя гармоничным, счастливым, нам очень важно быть пластичными, гибкими. Мы должны чувствовать себя комфортно, что бы ни происходило в мире. Мы должны, если тоже метафорически выразиться, знаете, как учиться маневрировать и дрейфовать на волнах. При этом, чтобы мы не захлебнулись в этом океане. Для этого мы должны быть более открытыми. Мы должны понимать, что нам нужно избавляться от каких-то старых установок, старых убеждений, стереотипов, каких-то ложных вещей, навязанных обществом. Ребят, на этом у меня все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас полезным. Напишите в комментариях, какие пункты вам откликнулись больше всего. А мы с вами скоро увидимся. Пока!